Сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним больше. Она мне толкует ребенок, мол, от сталкера. Чего тебе, уродов, плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. А я и сама рожу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь, только ты ко мне больше не подходи. Ты с ума сошла, что ты несешь, сумасшедшая. Парах, тебя не пою. Вот ты, цена, ты, девочка, маленькая моя. Да подожди, ну подожди ты, ласточка моя. Ну чего ж ты, что ж ты меня гонишь-то в самом деле. Какая маленькая. Ну как же мы теперь будем, Рэн? Ну как же мы теперь будем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аркадий и Борис Стругацкие Пикник на обочине Часть 3 Предрик Шухарт Двадцать восемь лет Женат Без определенных занятий. Редрик Шухарт Лежал за могильным камнем И отведя рукой ветку рябины Глядел на дорогу Прожекторы патрульной машины Метались по кладбищу И время от времени Били его по глазам И тогда он зажмуривался И задерживал дыхание Патрульные боялись зоны Они даже не выходили из машины Здесь возле кладбища Они даже не решались стрелять Иногда до Редрика Доносились приглушенные голоса Иногда он видел Как из машины Влетал огонек сигаретного окурка И катился по шоссе Подпрыгивая И рассыпая слабые красноватые искры Было очень сыро Недавно прошел дождь И даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал Влажный холод Он осторожно отпустил ветку Повернул голову И прислушался Где-то справа Не очень далеко Но и не близко Здесь же на кладбище Был кто-то еще Там снова прошуршала листва И вроде бы посыпалась земля А потом с негромким стуком Упало что-то тяжелое и твердое Редрик осторожно Не поворачиваясь Пополз задом Прижимаясь к мокрой траве Снова над головой Скользнул прожекторный луч Редрик замер Следя за его бесшумным движением Ему показалось Что между крестами Сидит на могиле Неподвижный человек В черном Сидит не скрываясь Прислонившись спиной К мраморному обелиску Обернув в сторону Редрика Белое лицо С темными ямами глаз На самом деле Редрик не видел И за долю секунды Не мог увидеть всех этих подробностей Но он представлял себе Как это должно было выглядеть Он отполз еще на несколько шагов Нащупал за пазухой флягу Вытащил ее И некоторое время полежал Прижимая к щеке теплый металл Затем не выпуская фляги Из руки пополз дальше Он больше не прислушивался И не смотрел по сторонам В ограде был пролом И у самого пролома На растерянном просвинцованном плаще Лежал Барбридж На, пей Вернулся Хороший парень Ух, рыжий Не бросишь стыка Не бросишь подыхать, а? Стоит Жаба Как приклеенный Это неспроста Настучал кто-то Ждут Может быть Ты меня не бросай Не бросишь, не помру Тогда не пожалеешь Не бросишь, а? Рыжий Тихо, тихо, тихо Слушай, рыжий Я не треплюсь Не пожалеешь Знаешь, почему старик Барбридж До сих пор жив, а? Знаешь Боб-горилла сгинул Фараон-банкер погиб Как не было Какой сталкер был, а? А погиб Слизняк тоже Норман-очкарик Калаген Питболячка Все А я Один остался Один остался Почему, знаешь, а? Подлец ты всегда был Стервятник Подлец? Это верно Верно Без этого нельзя Но ведь все так Фараон, слезняк А остался один я Знаешь? Знаешь почему? Знаю, знаю Врешь, врешь Врешь не знаешь Про золотой шар Слыхал? А? Слыхал Думаешь, сказка? Ты бы молчал лучше Силы теряешь Ничего Ты меня вынесешь Вынесешь Мы с тобой Столько ходили Неужели бросишь, а? Да я у тебя Вот такого Вот Я маленького тебя знал Отца твоего Ты меня должен вытащить Это я Из-за тебя погорел Это ты Мальтийца не взял Из-за жадности Своей ты погорел Я здесь Ни при чем Помолчил уж Пусть весь хабар твой будет Только Только Не вброшай Редрик Посмотрел на часы До рассвета Оставалось Совсем немного А патрульная машина Все не уходила Прожектор ее Продолжали шарить По кустам И где-то там Совсем рядом с патрулем Стоял Замаскированный Лендровер И каждую минуту Его могли Обнаружить Золотой шар Я его нашел Вранья вокруг него Потом наплели А я и сам плел Что любое Мол желание Выполняет Не любое Если бы любое Меня бы здесь давно не было Жил бы в Европе В деньгах Выкупался Вечную молодость Я не получил Денег не черта А вот здоровая Да И дети у меня хороши И жив Ты такого во сне Не видал Где я был И все равно жив Я его только Об одном прошу Жить, мол, дай Жить И здоровье И чтоб дети Да заткнись ты Что ты как баба Если смогу Вытащу Дину мне твою жалко На панели пойдет девка Дина Диночка моя Красавица Они же у меня Боловные, рыжий Отказы не знали Пропадут Артур Ты же его знаешь, рыжий Где ты еще таких видел Ну сказано тебе Смогу Вытащу Нет Ты меня в любом случае Вытащишь Вытащишь Золотой шар Золотой шар Хочешь Скажу мне Ну скажи Ой, ноги Мои Ноги Ноги Пощупай Как там, а? Кости Кости есть Погоди Ну погоди Сейчас Не дергайся Есть Есть Не суетись На самом деле Прощупывалась Только коленная Чашечка Ниже До самой ступни Нога была Как резиновая Палка Ее можно было Узлом Завязать Врешь ведь, а? Зачем врешь? Что я не знаю Не видел никогда Колени целы Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно Ладно Ты только меня вытащи, а? Я тебе все Он говорил И обещал еще что-то Карту тебе нарисовал Но Редрик уже не слышал его Он смотрел в сторону шоссе Прожекторы больше не метались по кустам Они замерли Скрестившись на том самом Мраморном обелиске И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел Согнутую черную фигуру Бредущую среди крестов Фигура эта двигалась Как бы вслепую Прямо на прожекторы Редрик увидел Как она налетела На огромный крест Отшатнулась Снова ударилась о крест И только тогда Обогнула его И двинулась дальше Вытянув вперед Длинные руки С растопыренными пальцами Потом она вдруг исчезла Словно провалилась под землю И через несколько секунд Появилась опять Проверя и дальше Шагая с каким-то Нечеловеческим упорством Как заведенный механизм И вдруг прожекторы погасли Заскрежетало сцепление Дико взревел двигатель Сквозь кусты Мелькнули красные и синие Сигнальные огни И патрульная машина Сорвавшись с места Бешено набирая скорость Понеслась к городу И исчезла за стеной Никак уехали Ну, Рыжий Давай Ну, давай По-быстрому Ну, давай Чего сидишь-то Ладно Пойдем Давай, давай Не беспокойся Хабар я держу Я не выпущу Давай Когда они выбрались на шоссе Было еще совсем темно Но чувствовалось, что рассвет близок В лесочке по ту сторону шоссе Сонно и неуверенно заговорили птицы А над черными домами Далекой окраины Над редкими желтыми фонарями Ночной мрак уже засинел И потянул оттуда Знобким влажным ветерком Редрик Положил Барбериджа на обочину Огляделся И как большой черный паук Перебежал через дорогу Он быстро нашел лендровер Сбросил с капота Из кузова маскирующей ветки Сел за руль И осторожно, не зажигая фар Выехал на асфальт Барберидж сидел Одной рукой держась за мешок С Хабаром А другой Ощупывая ноги Редрик поднял его И скрипя зубами от напряжения Перевалил через борт Барберидж Рухнул на заднее сидение И застонал Редрик вспомнил, что давно хочет курить Вытащил сигарету и закурил Хотя больше всего ему сейчас хотелось Скочить в машину И гнать, гнать, гнать Поскорее отсюда Но гнать было пока нельзя Все надо было делать Медленно и расчетливо Ну, что же ты Воду не вылил Снасти все сухие Чего стоишь Ну, прячь Хабар Заткнись Не мешай На южную окраину свернем Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник Колени Не пылись, стервятник Прямо через город нельзя Три заставы Хоть на одной да задержат Ну и что? Что-что, посмотрят твои копыты и конец А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло Вот и весь разговор Ага, если кто-нибудь пощупает Пощупает? Я так заору, что Вперед забудет, как щупать Бензобак под сиденьем был фальшивый Редрик затолкал мешок внутрь Слышит, как в нем звякает и перекатывается До самого поворота он ехал, не включая фар Слева тянулась могучая трехметровая стена Ограждающая зону А справа были кусты, реденькие рощицы Иногда попадались заброшенные коттеджи С заколоченными окнами И облупившимися стенами Редрик хорошо видел в темноте Да и темнота уже не была такой плотной И кроме того Он знал Что сейчас будет Поэтому, когда впереди Показалась мерно шагающая Согнутая фигура Он даже не сбавил хода Он только пригнулся пониже к рулю Этот Вышагивал прямо посередине шоссе Как и все они Он шел в город Редрик обогнал его Прижав машину к левой обочине И обогнав Сильнее нажал на акселератор Матерь Божия Рыжий Ты видал? Видал? Господи Этого нам еще не хватало Заткнись Ленд-ровер Все наращивая и наращивая скорость Мчался в город Через западную окраину Было 6 часов утра Улицы были пусты Асфальт мокрый Черный Автоматические светофоры Одинокие Ненужно перемигивались На перекрестках Их Ах Что? Жрать говорю Охота Ну что? Тебя куда? Домой или прям к мяснику? К мяснику! К мяснику гони! Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще семьсот монет должен. Догони, догони, догони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту? Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в Метрополе. Он вывернул на шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки. О, Рыжий. Что скажешь? Давай, надевай зубы и пойдем. Ага, ага, ага. Сейчас, 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 сейчас. Фу. Кто? Барбридж. Что? Ноги. Что именно с ногами? Вляпался в студень. Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер. Ничего. Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает. Ну, хорошо. Ты подожди, я сейчас оденусь. Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке и старался ни о чем не думать. Ты приготовь вторую операционную. Он просто ждал. И санитара к подъезду. Ага. Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль. Мясник сел рядом. И сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил. Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню. Не убил ведь? Да. Не убил. Это я тоже запомню. Запомни, запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и концы уволил. Как очкарика. Очкарик сам помер. Я тут ни при чем. Приковала его. Сволочь ты, стерегатник. Из подъезда выскочили сонные и встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем на показ, так и забил до смерти. Редрик развернул ленд-ровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую барбиш вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел. Рыжий. 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 Ну ладно. Ну подожди. Ну ладно. Я сейчас тебе кофе. Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет. Иди мойся. Пока помоешься, все будет готово. Как мартышка там наша. Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да по уши ей папу. Где папа? Где папа? Так. Стой, знаешь. Налей чашечку кофе. Я мыться потом буду. Выпьешь, может быть. Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм. По классу А. Рубашечку там, галстук. Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитая одеяльца свесилась на пол. Рубашонка задралась. И вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился какая-то шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки. Но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был, как черт. Весь пропитан зоной и смертью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова